16 сессия Белгороднестровского городского совета предусматривала в повестке дня более 50 вопросов. Один из них касался местных налогов и сборов. Этот проект решения прошел обсуждение на депутатских комиссиях. На рассмотрение народным избранникам было предложено два варианта. Пункт 5.2, додатка номер 3, податок на майно, выкладки у редакции в размере 0,50% размера минимальной заработной платы. После выступлений депутатов и призывов снизить налоговую ставку, народные избранники принялись голосовать за предложенные варианты. В итоге ни один из них не набрал достаточного количества голосов. В итоге налог на коммерческую недвижимость оставили в размере 1%. Проголосовали народные избранники и за 10% единый взнос для предпринимателей второй группы. Порт и железная дорога будут платить земельный налог в размере 3%. В этом депутаты были едины. Голосуем. Порт был 2, стало 3. Державка. Так что дальше у нас? За 30 лет, дальше не принято. В повестке дня среди прочих вопросов был и проект решений об инициативе городского головы про добровольное объединение громад. Своё мнение об этом высказал и председатель общественного совета при Белгороднестровской РГА. Сегодня затрагивается вопрос и пытаются женить на том, кого не знают. Если брать объединение громад города и района, надо было хотя бы обратиться к депутатским корпусам населенных пунктов, которых вы хотите присоединить, пообщаться непосредственно с населением. Я обращаюсь сейчас к депутатскому корпусу. Нужно сделать всё правильно. Если Белгороднестровский хочет к себе привлечь сельские громады, идите к сельским громадам и общайтесь с ними. Узнавайте, их желание есть или их желание нет. Насильно это делать не нужно. Почему? Потому что вы настраиваете против себя то население, которое живёт в сельской местности. На что мэр города ответила, чтобы идти и разговаривать с людьми в селах, и нужно это решение городского совета. После небольших дискуссий депутаты принялись голосовать. Теперь в ближайшем будущем мэр Белгороднестровского попытается донести своё мнение и до жителей ближайших к городу сел. Как будет развиваться этот диалог, узнаем со временем. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ.